Здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас из Десолдочной Анапы. Сегодня всего лишь плюс 9 на градуснике, мы находимся на 40 лет победы спуск к морю. Здесь у нас самая красивая новая набережная. Давайте сначала перенесемся в Краснодар, где сняли великолепное просто видео про цветение сливы. Мне кажется, это круче, чем японское цветение сакуры. Посмотрите, пожалуйста. Мне честно, кажется, даже Япония с ее цветением сакуры при таких видео курит в сторонке. Вот это да. Благодарим автора за такую красоту. Вся информация где-то снята и кто автор у нас есть в телеграм-канале. Посмотрите, ребята. Несмотря на погоду в Анапе прогуливается огромнейшее количество людей. Но сегодня по прогнозу должно было быть совершенно все по-другому. После обеда должно выйти было солнышко, а сейчас даже срывается дождь, которого вообще в принципе не было в моем прогнозе. Вот так вот и живем, дорогие друзья. Но самое страшное, что происходит сейчас на песчаных пляжах Анапы. У нас кто-то выдает квоты на установку сетей вылов рыбы. При этом погибает огромное количество крабов и разнообразных птиц. Это очень печально, дорогие друзья, что такое происходит. Посмотрите видеосюжет. Центральный пляж. Вот эти сети, про которые я говорил. Вот она табличка. И входит туда. И вон там все в сетях. Набережную нашу украшают, добавляют зелени. Всегда побольше люди идут об этом, как раз таки разговаривают. Есть скамейки, мусорки. Все, что только может вам понадобиться. Я сейчас жду моих дорогих гостей на фотосессию, чтобы сделать для них красивое фото. Ну, либо, может, будем переносить ее. Но набережную мы с вами в любом случае посмотрим. Жду в комментариях ваши отношения к таким вот установкам сетей. Ведь даже человек может спокойно запутаться в них, просто купаясь. Это очень печально, что такие вещи происходят. А еще их сносят в шторм. И они превращаются в мусор. И также несут огромный вред даже для тех, кто приезжает летом. Радует, что здесь имеется паковочка. Паковочных мест здесь не так уж и много. Надо строить на 2-3 яруса. Также вижу людей, которые с Углевым приехали на шашлычки. А тут такая погода, дорогие мои. Также хочу показать вам еще детскую площадку, которая здесь есть. Ее обсадили с зеленью, как и, в принципе, саму паковочную зону. И сейчас можем увидеть, как ребята занимаются на ней спортом. Есть площадка для воркаута и разнообразные детские аттракциончики. Также здесь имеется большой выбор разнообразных питейных заведений. Видите, кафе, пиццерия, кафе Парус, кафе Шатер. То есть привлекательность места из-за этого возрастает в разы. Поэтому здесь такие прям огромное количество людей, которые снают из стороны в сторону. Но это сам спуск, и мы вернемся позже. Сейчас давайте выйдем еще на нашу набережную. Пальмочки на закате. Здесь красиво, особенно с листиками пальм делать красивые фотографии. Ну и сама набережная туда, в сторону маяка. Здесь также много людей, которые гуляют. Ну и самая главная достопримечательность, ради чего все приходит, это, конечно же, наше морюшко сегодня неспокойное. Дует ветер, но все равно внизу прогуливаются люди. Великолепная погода для променадов. Для фотосессий будет немножко сложновато. А самой красивой достопримечательностью здесь является вот эта часть набережной. Она из стекла, и можно прогуляться вдоль нее. Представьте, можно сидеть и кушать с видом на море. Очень красиво. Да и с самого кафе, по-моему, такой же вид открывается. Хотя здесь морской воздух еще больше возбуждает аппетит. Сегодня не видно Юрину гору. Она полностью в облаках. Но это все равно очень даже красиво. Вот так вот можно сделать суперфото на память о приездах в Анапу. Ну а дальше мы видим весь спуск и саму красавицу набережную. Новая набережная отменяется. Попробуем найти более хорошую дислокацию. Вот ребята приехали с шариками, но здесь ветер не даст нам сфотографироваться. Поэтому мы поедем дальше. Смена дислокации, улица Калинина и проба будет у нас на набережной новой с балясинками. Сейчас посмотрим, что у нас здесь с ветром. По идее чуть должно быть меньше. Хотя он да здесь продувается. Набережная у нас здесь кипит. Людей много. Здесь у нас выставка разнообразных товаров. Музычка колбасит. В общем, акт базар называется, ребятки. И вот она сама набережная. И есть надежда, что здесь ветра меньше. По крайней мере, на самой набережной прям вообще хорошо. Ну либо мы поедем туда дальше, по городу. Торговые павильончики полукатывали. Здесь у нас навели порядки. Прям чистота не хватает. Только какого-то покрытия или газончика что-ли. То прям детки играющие на земле. На котором в городе выглядят как-то не очень. Корни птичек. Ну и здравствуй, набережная. Потому что здесь получше. Ветер не так сильно думает. Так что и есть шанс. Но вот лавочка стоит великолепно просто. Вот так. Ага, чем ближе, тем сильнее пробывает. Просто вот носок плывет, видите, по морю. И там обратил внимание. Где-то походу загрузили свалку какую-то. Ну, люди купаются. Лично. Потому что ветер вообще прям очень сильно мешает. Вот так вот. Вот это у нас фотосессия называется. Все красиво стали. Улыбаемся и машем. Сегодня ветер явно не в нашу пользу. В область разлетаются. Шарики улетают. И вот еще как-то зло приходят люди фоткаться. Ну, они нам в принципе не мешают. Можно взять другой немножко ракурс. Там просто вот так и никого нету в кадре. Чуть ниже плечо. Пускаем. На море взгляд. Самая беда это у нас именно из-за ветра. Смотри, куртку чуть-чуть прижми, чтобы она не летела. Можно с ручками сделать. То есть дальнюю, как мы делали, чуть пониже ее возьми. Чуть плечка. Отлично. Смотрим. Вот сюда на мою руку взгляд. Вот прям отлично. Плечо ниже. Складки убрали. Отлично. Вот челка мне сейчас не нравится. Буква Л вот тут чуть поправь. А так была вообще очень хорошая фотография. Еще, еще. Еще. Пробуем. Я не вижу просто. Вот так. Чуть выше подбородочек. Плечо опустило. Руки ближе. Отлично. Вот так шикарно. А ну-ка. Показать. На камеру было видно. Вот так вот. Это местечко мы тоже покидаем. Так как у нас здесь также развивается челка. Едем на следующее. Сегодня мы с вами посмотрим долго красивых мест. Здравствуйте. Наши дорогие люди везде. Бегают, прыгают. Но никто, так сказать, сильно долго набережной не находится. Потому что прохладно. Даже котейки свои, кошкиные дома залезли. Следующей нашей сегодня точкой будут красивейшие магнолии. Вот так вот. Хотели сделать все в одном месте. Но будем делать красоту вокруг. Посмотрите. Они уже распустились. И выглядят нереально восхитительно. Посмотрим, что будет на фотографиях. А также вот тут дерево беленькое. Тоже распускается в полной мере. Невероятная красота. Так что надо приезжать по Висневанапу, чтобы это все наблюдать, друзья. Зацветает большое дерево с магнолиями. Выглядит это очень красиво. Еще чуть-чуть. А ну, представьте, все будет белое. Там у нас тоже еще магнолия такая, прям в цвету. Но там очень много людей. Мы будем тут фоткаться. Здесь, смотрите, магнолии пораспускались тоже. Какая невероятная красота. Просто все дерево в них. Смотрится очень красиво. Эти цветочки. Где-то еще не до конца. Только начало распускаться. Вроде бы два одинаковых дерева. Какой-то раньше, какой-то позже. Так, по волосам. Вот, смотри, вот здесь чуть-чуть. Турсина, да, не тень, просто чуть пригладила и все. Так, теперь, смотри, вот дальнюю ручку можно вот сюда вот на веточку. Вот будет портретная. Смотри, одни пальчиком зацепилась. Возьми вот такой, как бы, в щипок его такой. Отлично. Плечико ниже. Чуть на меня больше в плечо. Нет, плечо, плечо, плечо. Вот так вот. Отлично. Пробуем даже в полный рост. Ой, мама, ты красиво. Стой, чуть-чуть плечо на меня, на меня, на меня, на меня. Еще, 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 еще. Так. В камеру смотрим. Ручку давай поднимем, чтобы две ручки было. Вот, можно вот так, да. Чуть ниже плечо. Еще чуть ниже. Смотрите, какие красивые тут кадры. В надежде можно снимать с цветочками. Так же, вот, посмотрите, какие лавочки. Темный вид сзади. Да нет, ты тоже садись вместе с мамой, давай. И тут много разнообразных таких вот мест, где можно сфотографироваться. Вот он, кадр красивый. Теперь мы еще съездим в одно местечко. Это будет у нас уже Ленина, сквер возле морпорта. Здесь очереди прям вообще большие. Наверное, надо раненько с утра приходить и фотографироваться. Все равно, на самом деле, я даже, наверное, немножко рад, что погода испортилась. Фотографии получаются очень контрастные, насыщенные. И при этом мы не все делаем на пляже. То и только пляжи, пляжи. Фотографии потом смотрите в группе ВКонтакте. Сами Рос. Ссылочка на нее есть в описании к этому видеосюжету. Следующая наша остановочка на улице Набережной. Мы приехали в морском порту по улице Ленина. Пересечение. Здесь, смотрите, какую красоту понаделали. Понаставили стульчиков, посадили мишек и стало таким местом притяжения. Я увидел буквально вчера это в Телеграме и решил, что тоже хочу прийти сделать здесь фотографию. Сегодня у меня еще и фотосессия, так что прикиньте, как это будет красиво. Здесь много скамеечек, лавочек, качелек разных, с которыми можно как раз таки сделать красивые фото. И также покушать среди этих мест будет тоже очень приятно. Но мне больше всего нравится, конечно, вот эта видовая площадка, где видно море. И отсюда тоже можно сделать великолепные кадры. Ну, еще потихонечку будем работать и фотографироваться. Посмотрите, да? Мор Порт Анапы. А туда и туда видно море. Красота просто. Контрастно с облачками сегодня. Анапа, любимая моя. Посмотрите, какие красивые кадры можно сделать с мишками. Сегодня делаем такие композиции интересные. Поздравляю с вы. С 18? 35. 18, если что, 35. Итак, вот работа такая, ребята, фотограф, открывать шампанское. Сейчас сделаем. Вот, вот, вот. Вот. С бытками не будем, но вот так вот. Итак, с днем рождения тебя. Иоанна желаем тебе счастья, здоровья, чтобы все было хорошо и прекрасно. Самое главное, это мирное небо над головой. Ладно. А, души. С днем рождения. Днем рождения. Да. Такая композиция. Шампанское, бокал. Ракурс должен быть отличный. С видом на кораблики и морюшко. В общем, красота. Мы начинали с вами, дорогие мои, непосредственно отсюда. С этой набережной я решил сюда вернуться, чтобы вам эту красоту все-таки до конца показать. Посмотрим, какие здесь есть изменения. И спустимся к морю. Фотосессия закончена. Яночку поздравляем еще раз с днем рождения. Желаем ей здоровья и чтобы у нее в жизни была всегда солнечная погода. Никогда она не грустила. Ну, попробуйте сесть в эту кофейню, попить кофеечко. Все места заняты. Здесь вот, как раз таки, мы видим, что идут работы. Это перекладывание в плитку, прокладывание каких-то дополнительных коммуникаций. Не знаю, честно, что хотят сделать, но будем надеяться, что все будет красиво. С левой стороны у нас велодорожка, с правой стороны прогулочная зона лавочки. Высадили деревья, вечно зеленые кустарники, которые, кстати, смотрите, принимаются и дают уже первые листочки. Это прям очень хорошо. Виды отсюда с этой набережной, ну, сказать, что восхитительные, это, наверное, ничего не сказать. Вы посмотрите, какая красота. Я вначале показывал виды со стеклянных мест, но и отсюда открываются, мне кажется, шикарные. Виды. Когда снимал в прошлый раз, люди очень многие говорили по поводу землетрясения, таких как в Турции, вот строительство домов на обрывах, не страшно ли, не опасно ли это. Ну, обвалы встречаются. Мы были вчера с вами на Утреше, и там он произошел. Здесь же у нас в Анапе за все время, вот сколько я живу, никогда такого не случалось. И дай бог бы, чтобы случилось. Все-таки я был против того, чтобы эти дома появлялись здесь, но если губернатор разрешил, кто я такой, чтобы вообще с ним спорить. Давайте пройдем по нижней части, а потом там уже залезем непосредственно наверх. Тут девочки тоже делают фотографии, и на таких видах, вот со зданиями они симпатично вписались, балясинками, скамеечками. Выглядит все здесь очень хорошо. Слушайте, был в центре города, там закрывают от ветра, там действительно гораздо теплее. И то, ребята, у меня подмерзли. Здесь можем увидеть, что температура воздуха 12 градусов. Это довольно-таки прохладно, особенно с учетом, что очень сильный влажный ветер дует с моря. Солнышко так и не пытается, в большом сожалению, показаться. Зато отсюда слышно, как внизу бушует море. Такое настоящее сильное морское, именно как я люблю. Сделали ливневки здесь, чтобы вода уходила. Так как один момент, когда был сильный дождь, здесь прям бассейн получился. Ну, бывают разного вида просчета. Будем надеяться, что все эти моменты могут устраняться, и все будет решаться. Самое главное, что эта набережная, даже в такую вот непогоду, когда некомфортно, честно, здесь находиться. Конечно, в центре города людей было гораздо больше, но сейчас здесь людей очень много. Я доволен. Виды на площадку с форкаутом, и в обратную сторону. Как же это действительно красиво все здесь смотрится. Пишите, конечно, ваши комментарии. Вдруг я не прав, и вам здесь абсолютно ничего не нравится. Такой хожу и пытаюсь наслаждаться видами. Особенно вот через Балясинки на Юрину гору. Это, конечно, самое классное, что может вообще здесь происходить. По-хорошему надо ехать домой, обрабатывать фотографии, выкладывать. Но я все-таки решил вас не обламывать и показать вам набережную с спуском и морюшком. Думал, может быть, в центр пойти к городу, но потом решил, что все-таки нет. Обещано было в начале видео 40 лет победы. Значит, пускай будет 40 лет победы без всяких изменений. А мои ноги для вас пройдут километры с большим удовольствием, потому что делаю это постоянно и для вас, дорогие мои друзья. Вот мы прошли уже практически всю нижнюю набережную и подходим к ее окончанию. Мои подписчики задаются вопросом, для кого такие большие ступеньки здесь сделаны, потому что по ним неудобно спускаться, они там им не нравятся. Вот видели, да, как парень сейчас спрыгивал. Открою секрет, вон посерединке есть подступки. И получаются такие более мелкие ступеньки. Ну, я так понимаю, что вообще вот эти вот пороги, они все рассчитаны на то, что просто люди будут сидеть на разогретых камушках с солнцем и получать удовольствие в полной мере, в полном объеме. Потому что если захотели, ну, в принципе, вот спустились, поднялись. То есть, по-моему, этих подступков не было, их уже реализовали немножечко попозже. Ну, может быть, стоило здесь тоже какие-нибудь балясинки сделать, либо перила. Ну, так вот отсюда выглядит эта набережная. Ах, друзья мои, красотища! С левой стороны утесов. Здравствуйте, мои подписчики. В ту сторону можно пройти в Ореховую рощу, пропасть. Кстати, не знаю, купил кто, квартиру нет. В этом домике я рекламировал недавно. Шикарная квартира. Многие писали о том, что ценник, в принципе, адекватный. Особенно сопоставимый, если вот с апартаментами, которые здесь продаются. Мимо того, что здесь и ЖС, но еще и дешевле. Ух ты! Вот такого я не видел. Смотрите, у кого-то в комнате прям подвешена такая качель. И прямо со второго этажа можно смотреть на море. Великолепно, я считаю, друзья. Ну, а так она, конечно, преображается. И виды вот такого города не могут не радовать. Особенно, как сказать, набережная двухъярусная, с велодорожкой. Так бы везде. Тогда бы Анапа был городом номер один вообще на земле. Но мы верим в комплексное, так сказать, развитие. Да и здания такие не будут появляться близко. Будет лесопарковая зона вдоль береговых линий. А может быть, я просто размечтался. И вообще по жизни мечтатель хочет всего хорошего. Всем вокруг иногда получается. Иногда, конечно, в большом сожалению, нет. Но мы будем надеяться, как говорится, и верить, что все будет хорошо. Тем более, даже здесь мы видим уже озеленение, которое делают красивыми эти места. Согласитесь, друзья, приятно вот так вот прийти и гулять. Или гостей привезти. Особенно, когда вырастут деревья. Здесь будет тенечек. Я вообще, честно, побольше нижнем ярусе посадил бы каких-нибудь деревьев. Ну, либо кустарничков, чтобы зелени было побольше. Разбавить, так сказать, монотонные белые третилинии еще большим количеством зелени. Как говорите, кто я такой? Вид, конечно, очень-очень красивый. Я даже, честно, для себя не ожидал, что в конце, в итоге, завершение дня строительных работ, здесь получу такой вот вау-эффект. Ну, он действительно есть. Кстати, меня радует, что прогноз сегодня четко сбылся. 12 градусов показывает на термометре, даже на подветренной стороне. Хотя там внутри города, я думаю, гораздо теплее, чем здесь. Но, опять-таки, свои эмоции пишите, как вы считаете сами. Много смотрят, он перерабатывается, переделывается. Уже даже на готовых участках прокладываются коммуникации. И что-то будет добавляться. Я так понимаю, что цель была быстро сдать набережную. Ну, а теперь недостатки устраняются. Ну, дай бог, чтобы все было еще красивее и прекраснее для наших дорогих гостей города Анапа. Ну, скажите, не стыдно будет? Пойдем, говорит, на набережную прогуляемся в Анапе. Да что там, пластик вас не видели? Да нет, говорит, у нас есть красивая. Сейчас уточню у строителя. Говорит, что прокладываются коммуникации именно под воду. Видите, закладываются трубы, чтобы был полив. У всех растений они не сохли. Вот вам, пожалуйста, вообще красота. Вот так вот, друзья, Анапа становится современным курортом потихонечку. Ух, как здесь задувают. У меня шкепку сносит. Она прям так сильно барабанит. Ну, а теперь мы двигаемся вниз. Надеюсь, что микрофон уснул. Ну, что ж, здравствуйте. Везде подписчики. Как это приятно, ребята, встречать своих дорогих подписчиков канала нереально просто. Спасибо всем, кто здоровается. Меня это, честно, очень сильно мотивирует на новые поступки в жизни хорошие и классные, потому что вижу вашу поддержку. Есть, конечно, комментаторы, которые не очень меня поддерживают, но в жизни они встречаются гораздо реже. Ох, салют кто-то запустил. Ну, или как сигнальная ракета залетела. Посмотрим, что там внизу. Повторяю, не советую так подходить близко, потому что это очень опасно и в любой момент может обвалиться. Но виды, конечно, отсюда завораживающие. Обожаю эту красоту. И постоянно, когда прогуливаюсь здесь, смотрю на море, на берег скалистый. Красота анапская. Как же мне, честно, хочется, чтобы вот здесь все вот эти деревья прижились и в дальнейшем нас радовали, потому что они украсили бы эту набережную очень сильно. Почему-то не хотят как-то приживаться у нас сосны. Надо поднимать опыт СССР, как они их высаживали, почему они у них так хорошо приживались. Тем временем мы с вами доходим непосредственно до площадки для занятия спортом. Она мне, честно, очень нравится. Здесь выпить какао, всего хорошего. Кофе, море, красота. Музыка играет. О, смотрите, как надо. Ребята пришли, уселись с кофе-ёчком на сцену на эту и сидят, отдыхают. Лавочки сегодня из-за ветра тоже пустуют. Может мне пойти покачаться на них? А то ни разу, честно, не сидел, а их тут поставили. Они мне так нравятся. Давайте-ка попробуем. Классные места показываю в Анапе. Кстати, все реже встречаются такие комментарии, где там все плохо и плохо в Анапе. Чаще все-таки люди радуются, что столько много изменений. На лавочке, кстати, более двух человек запрещена посадка. Щух. Слушайте, как классно. Прямо такой релакс, а? И вид шикарный. Сидишься, такой качаешься, с видом на море, еще ловишь солнышко. Шикарный. Абсолютно как на закате здесь. Просто великолепно получать ощущение удовольствия. Невероятно уверен. Ощущение, когда на море ты смотришь с качели. Море вот так вот ласкает тебя своими волнами, звуками. И ты под них качаешься немножечко нежно, не веря в разлуку с ним. Вот такие вот поэтические настроения, друзья мои. Идем дальше. Ах, на море, на море. Ты наше все самое лучшее и прекрасное. Вот уверен, что именно так в жизни не должно происходить. Сколько много людей сегодня на шашлыки пришли. Вот это да. Обратите внимание на востребованность всех этих беседок. Сколько людей сегодня отдыхает в каждой. Практически есть народ с детьми, шашлычки жарят. Вот вам и сколько людей в этих местах. Вот тут женщины сидят, песенки поют. Класс, возле костра. Вот это да. Вот это отдых, дорогие друзья. И посмотрите отсюда, какие виды открылись. Классно. Ну, а Юра любитель гулять по обрывам. Не судите меня строго. Я верю, что буду жить еще и не погибну именно из-за этого. Но вам такие действия не советую. Потому что действительно опасно. Но снимать красоту можно только с краем. Как бы это не звучало напрасно. Виды классные. Ветер, конечно, сильноват. Если бы сегодня его не было, мы бы всю фотосессию провели здесь. В планах было выйти вон туда на камушки пофоткаться. То есть тоже было, в принципе, интересно. Но заодно, видите, в одном ролике показал много красот Анапы. Показал свое любимое хобби. И надеюсь, что вы ко мне тоже придете на него летом. Приглашаю всех. Буду рад видеть. Знаете, какие скалы. Такие комплексы не хочу, чтобы появлялись у нас. Они вообще в скалах выдавлены. Но уже есть. И виды, конечно, оттуда просто нереальные. Отдыхаешь. Прям под тобой море. Там есть номера с бассейнами. Когда можно было летать на квадрокоптере, я это снимал. Сейчас даже особо публиковать кадры сверху не хочется. Чтобы не давать врагу шанса нас как-то сказать. Хотя вот у меня квадрик летает низко. Вот хотелось бы, чтобы дали разрешение все-таки на тренировочные полеты. С них можно было бы уже делиться с вами красотой. В летний период тут вот эти все зонтики. Переодевалки, туалеты расставлены. Все работает. В нужном режиме. Есть лежаки. Есть детские зоны отдыха. Бары, кафе. То есть все, что только может вам понадобиться на этом пляже, здесь функционирует. Вы можете сюда спокойно приходить. Единственное, сложноватый заход в море. Но для этого, как говорится, для комфорта вам надо с собой брать тапочки, коралки. И тогда будет все хорошо. И волну здесь особо не покупаешься. В такой волне не в море легко. Но когда волна чуть сильнее, на песчаных пляжах еще можно. А здесь уже все. Купание завершается. Ну, а вот лежаки, видите, летнего использования. Здесь и на хранении перед сезоном. Поэтому я очень рад, что набрался, так говорится, сил и приехал, чтобы вам поснимать. Это место, кстати, вот дерево, тоже фруктовое. Еще чуть-чуть оно зацветет. Будет в этом месте очень красиво. Могли дойти до конца, но спускаемся здесь уже, к морюшку. Дорогие друзья, руки, что-то у меня аж прям подмерзли. Вот вам и плюсовая температура в городе Анапа. Покормили голубей хлебушком. Видите, сколько кто-то бегает. И здравствуй, наше любимое морюшко. Как хорошо, что мы до тебя добрались сегодня. Можем пощупать. Видите, выкидывают палочки, пластика здесь не так уж и много. Давайте поближе, так сказать, за ручку с ним поздороваемся. Ой, слушайте, тепло. Море теплее, чем воздух сейчас. В крайней мере, по ощущениям. Красота кадра, конечно. Смотрите, ребятки, прямо у меня на глазах выкинуло мертвого дельфина. Говорят, что раз таки... А что говорят? Вы посмотрите, дельфин, а у него на хвосте завязана веревка. Он, скорее всего, из-за нее и погиб. Вот вам, пожалуйста, и сети в море. Вот это жуть. Вообще, просто без комментариев. Как такое может быть? Вот вам и повод написать во все службы. Ребят, я вас прошу, отправьте это видео в прокуратуру. Пускай разбирается золотчик на морскую. Вот вам, пожалуйста, доказательства. Это просто... У меня нет даже слов. Реально нет слов. Хотел много чего вам сказать, но оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, отправляйте всем друзьям-знакомым, чтобы каждый знал, насколько вредны все эти море, дорогие мои. Ладно. Море для вас, ребятки, надо чуть-чуть отойти. Это просто жуть. Для меня это очень больно видеть моих любимых дельфинов вот с такими веревками, привязанными к хвосту. Жуть. Такие вот трагедии происходят у нас, и виноват в этом 100% человек. Для меня это прям нереальная, сложная тема. Давайте немножечко добавлю все-таки, раз сюда сегодня пришел. Но все-таки надо добавить, раз сюда уже дошел, чуть-чуть отпустил его, посмотрел на море. Другое место. А в эту сторону у нас тоже пляжи благоустроенные, а вот за той косой уже начинаются дикие пляжи. По берегу можно дойти до 300 ступеней, 800 ступеней, ну и полностью так, обогнув Юрию на гору, прийти на Шингари, либо в Суко. До большого треща дойти не получится, потому что там заборы уходят в пляж, там придется обходить по лесу. Вот теперь точно море, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok